Видео огромных тараканов в одной из школ Астаны бурно обсуждают в казнете. О появлении вредителей в здании сегодня узнали в управлении образования. Чиновники отчитались, что во всем вина подрядчика, проводившего санитарную обработку. Так ли это на самом деле, выяснял Эльяс Рамазанов. Школьники сейчас хитры на выдумку и могут придумать много отговорок для того, чтобы не пойти на занятия. Фальшивая простуда, нехорошие учителя или даже невкусная еда в столовой. Но в столичном лицее номер 73 появилась проблема, которая реально обеспокоила как детей, так и родителей. В здании завелись тараканы. Вредителей на этом видео запечатлели в женской раздевалке лицея. Подписчики столичного паблика в социальной сети сразу обратили внимание на их размер. Взрослые какие! Их походу пару раз на второй год оставляли. Пока дети были на каникулах, можно же было санобработку здания провести. Так, тогда и в столовой они есть. Возмущенных комментариев от публикации десятки в управлении образования Астаны в ответ на пост сообщили, что дезинфицируют здание ежемесячно. Последняя обработка прошла 15 декабря прошлого года, но по всей видимости не так, как нужно. В отношении ответственного подрядчика подан иск. Просто надо в жесткой форме предупреждения выговор сделать и пусть устранят и все, и дальше двигаться и больше такого не допускать, я так считаю. Значит, пищеблоки где-то есть в допущении. Антисанитария, значит, что-то надо сделать. Я тоже вчера была в шоке, увидев видео. Сначала не поверила, что это сняли в нашей школе. Конечно, если тараканы есть, то это опасно для всех. Сразу спросила у своих детей, видели ли они что-то подобное. Они сказали, что сами насекомых не встречали. По словам директора лицея, Гульшат Калтаевы и тараканы в здании появились недавно. Она также уверяет, санитарную обработку проводили регулярно. Якобы при проверках насекомых не было. Настоящую причину появления насекомых выясняют, а пока на 12 января назначена дезинфекция. Отметим, что в целях обеспечения безопасности детей дезинфекция будет проведена в вечернее время после занятия. А в настоящее время раздевалка, в которой обнаружен насекомый, перенесена в другое помещение. В раздевалке сейчас тараканы есть? Нет, сейчас нет. А в кабинетах? В кабинетах нет. Обнаружено только там. Несмотря на слова директора, мы решили сами проверить раздевалку и кабинеты школы. В чем нам категорически отказали, объяснив тем, что в помещении провели обработку химикатами и находиться там нельзя. Отмечу, что в учреждении 86 учебных кабинетов, свыше 2000 школьников. Занятия проходят в две смены. Ильяс Рамазанов, Ерлик Нур-Ахмед, Астана, Первый канал Евразия.